...набить двое раздвоема на морду! У-у-у! И фоня! Это гладиатор с буквочкой Г, и сейчас он ответит этим подлецам и негодяям, этим подонкам! Даже если он один против двоих, правда на его стороне, сейчас он скажет это. Правда-то на его, но на его ли стороне сила? Ну да, да, тут конечно да. Легче! Единственное, на что мы двое способны, вдвоем нападать, либо на одного, либо на одну! Это он о чем? Ну, видимо он знает то, что не знаем мы. А как насчет того, чтобы любой из вас сегодня, здесь, сейчас один на один против меня? Вот так, на понятие взял человека. Да, тут уже грех отказаться, ничего не поделаешь. Тут уже, конечно, уйти это значит сдрепить в открытую, перед лицом всей толпы, тут уже... Подожди, Жилан, сейчас мы подумаем и скажем? Тут даже нефиг думать, сваливать надо бы в том анекдоте. Ну, похоже, он как добропорядочный гражданин и член федерации решил посоветоваться с руководством. Видите, идет к Руслану Серегину. Что-то долго они советуются. Похоже, совет окончен. Так, слушаем вердикт. Дамы и господа, властью данной федерации объявляю, что сегодня в честном матче один на один зайдутся Иван Марков, Локомотив и Хладиат. Ну что же, справедливое решение, тут советоваться было нечего. В честном матче самое главное, надеюсь, что Локомотив действительно выйдет один. Так, что такое? Опять, опять подлость, которую мы уже видели ранее сегодня. Нападение вдвоем на одного. Похоже, это мотивировано тем, что они хотят потрепать клагиатора еще до матча, чтобы в этом честном матче он уже не был на 100%. Да, это типа хитрая командная работа. Что-то, что-то вот уже во второй раз заметно, что много, Руслан Серегин, ой, как много позволяет сегодня Локомотиву. Да, вообще сейчас пока плохие парни побеждают. Похоже, ему все сходит с рук. Этот матч был назначен, напомню, как честный матч между Гладиатором и Локомотивом. И надеемся, что именно таковым он и окажется на самом деле. Да, хотелось бы верить, конечно. Для тех, кто недавно к нам присоединился, напоминаю, что сейчас мы видим Локомотива в сопровождении своего напарника по команде Флекса Блутберга. И вместе они являются текущими чемпионами Федерации в парных боях. Вот он, борец за справедливость, защитник угнетенных и ущербных и так далее. Вот он, Гладиатор, единственный, я не так единственный. Один из немногих. Немногих честных, таких хороших парней нашей Федерации. Человек, который постоянно заступится за слабого. Ну, ты преувеличиваешь, он заступился, но, конечно, Кидраска и уже делаешь из него такую икону для подражания. Я думаю, что это несколько преждевременно. Посмотрим, как он себя проявит в течение ближайших матчей. А что такого? Хорошие парни недостойны подражания. Хорошие парни не ходят с битами. А как же интересно защищаться от плохих парней. Вы знаете, что нужно для того, чтобы наступил мир на всей земле? Нужно, чтобы все хорошие парни собрались и убивали всех злых, понимаете? И тогда вот после этого наступит сильная злая. Вот для этого, наверное, Гладиаторы выходят со своей битами. Да, этот матч был объявлен как честным матчем между Гладиатором и Локомотивом. Но, чтобы его сделать окончательно честным, я бы на месте учредителя матча сделал две вещи. Первое. Убрал от ринга помощь напарника по команде Локомотива Флекса Блутберга. И второе. Отобрал бы у Гладиатора биту. Я бы так сказал. По-хорошему надо было бы убрать от ринга Руслана Серегина Супер Узов. Чтобы он такие вот идеи... Так, Локомотив, подчеркивая, что этот матч должен быть честным, просит судью обыскать Гладиатора. Но судья как бы в ответ обыскивает и Локомотива тоже. Участник Гладиатора Флекса Блутберга, Локомотива! Локомотив пытается показать, ты на меня настолько короче, что ты здесь вообще делаешь. Ну, Локомотив, конечно, превосходит Гладиатора по росту. Но Гладиатор показал себя как очень-очень неплохой технический рестлер. Вот в своем первом дебютном матче напомним этот второй бой всего реста для него. Локомотив тут же в начале матча заталкивает Гладиатора в угол. Мощнейшие удары, да, которые мы до этого видели много раз уже. Вот в исполнении большого правительства, например, в матче против Кента. Ну, вот, я же говорю, техническая сторона. Локомотив явно-явно этого не ожидал. Он не ожидал такого яростного и динамичного напора со стороны Гладиатора. Только он пытается встать, Гладиатор или сваливает его с ног опять. А вот сейчас же просто даже выкинул за ринг. Правильно, он даже не успел сообразить, что с ним произошло, как тут же оказался за рингом. Флекс пытается привести Локомотива в чувство. Обратите внимание, как он один противостоит двоим сразу. Да, Флекс говорит, ты что потерялся, а ну-ка залезай, порви его срочно. Локомотив несколько... Да, моральная поддержка Флекса как раз оказалась тут как нельзя кстати. Ну, я вот не говорю, я вижу страх в глазах Локомотива. Мне кажется, он боится. Да, выражение лица явно поменялось относительно того, как мы видели, как он зашел на ринг. Локомотив пытается сменить тактику и призывает Гладиатора к честному мерению силами. Вот начинается такая борьба. И вот как будто я... Вот типа в ней, конечно, доминирует Локомотив. Но... Но Гладиатор смог все-таки пересилить, но... Опять же, подлый трюк со стороны Локомотива. Удар ногой в живот. И он заводит его на свой коронный стоп-кран. Любой человек... И опять не проходит, как мы уже видели. Ромах и... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мощный удар. Оба разгоняются, но Локомотив сумел в этой ситуации предвосхитить намерение Гладиатора. И выписывает ему свой большой локомотивский башмак прямо в лицо. Как-то так, знаете, не торопясь отбежал от канатов и всем своим 100 килограммовым, даже больше, чем 100 килограммовым, обрушивается на Гладиатора. И еще удар! Да, вот это был опасный удар падающим локтем прямо куда-то в область шеи Гладиатора. Конечно, это было очень и очень жестко. Локомотив, я считаю, что это переломный момент. Локомотив сумел таки сломить напор Гладиатора и, видите, не дает ему встать уже в течение более чем минуты. Шпала, шпала, коронный прием, но он не проходит. Гладиатор все-таки находит в себе силу для того, чтобы оторвать в последний момент плечо от ринга. И Локомотиву, конечно, приходится начинать все сначала. Но не совсем сначала, поскольку Гладиатор уже еле-еле стоит на ногах. И это продолжается некоторое время. Атака Локомотива. Явно шансы... Ну, без запуска на ТЭП. О, вот это была обманка, конечно. Локомотив явно этого не ожидал. И попадает на болевой прием. Ну, все. Так, секундочку, подожди. Что-то матч слегка выходит за рамки честного боя, как было объявлено ранее. Здесь вообще должна быть дисквалификация по-хорошему. Нельзя вмешиваться кому-то еще в матче 1 на 1. Пусть даже это и напарник. Гладиатор, давай, замочи его! Гладиатор перешел к ударной технике. Давай, давай, давай! О, это будет вертикальный... Заброс на суплекс. 100-килограммового Локомотива он поднимает и бросает его. Да, красивейшим образом продержав несколько секунд вертикально вверх ногами превосходящего его по массе Локомотива, Гладиатор делает ему суплекс. О, это был спинолом, да, спинолом колена. Гладиатор! Да, вот такой удар. Точное попадание в область шеи. Еще раз. Еще раз, да. Вот это действительно красиво. Вот это действительно резко снижает шансы Локомотива одержать победу в этом честном матче. Ну, честном, да. Какой он честный, если уже один раз смешался Плекс? Какой честный день у нас идёт речь? Ну, ладно, пока это было чуть-чуть, пока не считается. Чуть-чуть не считается? Если все, да, если все пока будет выдержано в том же духе, то... Так, не ожидался. Вот, серия мощных ударов а-ля Макс Криме. Мы такие вот прям увидели. Их проводил вот садик. Ой! Локомотив вовремя подтянул, подтянул к себе судью, создав живой щит против бегущего на него гладиатора. И это не помогает, и это не помогает особо Локомотиву. Удержание, ну, раз, два, три, четыре даже. Считает сам гладиатор, это не считается. Победа, это чистая победа. Если бы Локомотив вот подло так не подсунул бы, прыг... Ну, всё, у меня... Я не могу ничего сказать. Вы же сами всё видите прекрасно. Опять подло, Флекс. Какой честный матч? О каком честном матче вообще можете терять? Да, к сожалению, находящийся в ауте судья не может должным образом повлиять на развитие событий в этом уже в кавычках честном матче. Да уж. В кавычках честный матч продолжается. Флекс пытается разбудить рэпери. А вот не ожидал. Но даже и сейчас, даже уже после этого нападения партнёра Локомотива Флекса Блутберга, гладиаторы ещё держатся. И не просто держатся, а атакуют. Он зажимает его в свой коронный выход, который называется колизей. Ещё немного... Он выдержал, чтобы... Сергей, я не знаю, чего зовут этот зажимательный такой. Опять Флекс вмешивается, гладиатор отлетается на него. А вот не надо было ему отвлекаться. Да, зря, зря. Он отвлёкся и... Это был супероглушитель от Локомотива. Супероглушитель подъёмом-переворотом. Мне кажется, он решил ещё поиздеваться над своим... Вот эта черта гнусная, локомотивская. Хочет поиздеваться над своим поверженным противником. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё. Так, коленом в брюшную секцию. Ещё один разбег, гладиатор вовремя вырывается. И силовой бросок. Ну, всё-всё, надо удерживать уже. Раз, два. О Комотив, несмотря ни на что, держится. Держится очень неплохо. Вообще, вот, фактически, гладиатор вёл матч один против двоих. Ну, он вёл 10% времени. Но и это существенно. Супер удар. Такой в лицо. И локомотив, похоже... Похоже, ему уже снятся какие-то прекрасные сны. Слыхает. Всё, осталось только удержать. Это видел я. Раз, два. Так, в этот раз Флекс Блокберг дёргается ногу с убью. Второй раз, второй раз он решает гладиатора заслуженные победы. Но это недопустимо, я считаю. Куда смотрит руководство? Как раз вы выйдете, гладиатор побежал в этой серии. А руководство смотрит прямо на ринг в данный момент. Вы знаете, что он победитель этого матча? Да, правда, не само руководство, а исполнители его обязанностей. В лице Русланов-Серёгиных, конечно. Скупс-м от гладиатора локомотиву. Гладиатор, давай покажем! Всё, давай. Тут нужно добивать, я считаю. Да, что-то гладиатор второй раз уже отвлекается в критические моменты. И опять смешивается Флекс. Трома. Теперь уже вовремя локомотив соображает, ориентируется. Это падающая бомба. Бомба Лысого, как она ещё по-другому называется. Удержание. Раз, два, три! Да, этого удара головой за толком по рингу после бомбы локомотива гладиатор уже не выдержал. И отрывает плечо от ринга сразу после третьего удара. Фактически, вы все прекрасно это видели. Он дважды, дважды уже сидел в этом матче. Да, гладиатор сделал всё, что смог. Но этого, к сожалению, не хватило, чтобы победить. В этом ещё раз скажу честно.